здравствуйте вами надежда николаевна добро пожаловать на канал баба надя и сейчас мы с вами находимся в японском садике и я буду рассказывать о самой сахаджа йоги что такое сахаджа йога это наука это не просто наука это метанаука которая называется метанаукой осознание человеком своей сути своего предназначения овладения встроенным в нас механизмом связи с коллективным сознанием творцом это глубинные знания о корнях нашей духовной эволюции о восхождении человечества на более высокий уровень на более высокий уровень сознания цель сахаджа йоги дать каждому искателю истины второе рождение самореализацию а самореализация это познание свои сути осознание себя духом конечная цель нашей эволюции стать духом который есть отражение бога всемогущего в нашем сердце это есть самоидентификация и самопознание дух это совершенное осознание и поэтому он в высшей степени осознает собственную природу сахаджа саха плюс джа это с тобой рожденный а йога встает вот и получается что сахаджа йога это союз между вами и богом все что врожденно проявляется безо всяких усилий легко и спонтанно также безо всяких усилий происходит и процесс роста нашего сознания следующий этап эволюции духовно расти познать абсолютную истину это право каждого рожденного на земле человека время для этого наступила это нужно понять если человек искренне ищет истину то он ее найдет для лицемерного и высокомерного человека поиск истины абсолютно нам бессмысленны все что требуется это искренне и чисто пожелать человеку познать самого себя желание получить йогу осознать себя духом для получения реализации у человека в спинном и головном мозге имеется совершенный живой механизм он создавался постепенно в течение нашей эволюции сначала физическая стадия затем ментальная затем эмоциональная и затем духовная стадия ведущая человеческому осознанию в настоящее время произошел эволюционный взрыв и началось духовное искательство все это развитие имеет место внутри центральной нервной системы расширяя наше осознание состояние личности которым мы осознаем осознаем собственное я и она достигается все через сахаджа йогу когда зародыш находится в очиеве матери поток лучей сознания всепроникающей божественной любви проникает к темечка ребенка проходит через мозг как сквозь призму и отражается в четырех каналах соответствующих четырем аспектам нервной системы центральной нервной системе правой симпатической нервной системе правый канал левой симпатической нервной системы левый канал и пара симпатической нервной системы центральный канал на своем пути тонкая энергия размещается в шести сознательных энергетических центрах хранилищах и одновременно генераторах жизненных сил человека называемых чака смотрите вот я начинала просто рассказывала про каждую чакру особенно первые мои видео которые я как только как только открыла канал и как только я получила уже сама реализацию вот тогда я и начала изучать эти энергетические центры янтры которые к каждой чакре имеются на которые можно медитировать отдельно на каждую и это все меня на канале есть я потихонечку наверное буду когда оформлять видео потом ссылочки добавлять чакра переводе с языка санскрит означает колесо энергетическими центрами они называются потому что представляют собой вращающиеся энергетические поля расположенные вдоль позвоночника на физическом уровне они проявляются в виде нервных сплетений и управляют органами тела человека а также нейро эндокринной системой соответствующей области физического тела это сознательные центры постоянно получающие и излучающие вибрации информационно-энергетические потоки потоки сознания любви созидания которые существуют всюду во вселенной сознательные центры называются также автономной нервной системой системой которая действует самостоятельно спонтанно наполняя нас энергии энергией божественной любви вот в одном из видео когда я говорила о том как в начале кундалини еще не пробужденная да она отвечает за все наши вот там органы мочевой выделительной не мочи выделительной а половой сферы да за поддержание ее и для размножения тоже но когда кундалини пробуждается тогда этот центр переключается на поддержание младхары чакры нервного этого центра хорошем состоянии после того как тонкий живой механизм создан остаточная энергия свернувшись три с половиной витка размещается у основания позвоночника в треугольной кости в течение жизни человека эта энергия находится свое место пребывания в дремлющем состоянии ожидая момента когда у человека искателя истины возникнет чистое желание желание духовного совершенствования осознание своей истинной сути познания творца и перехода истинного духовного учителя гуру который обладает способностью ее пробудить и указать путь духовного восхождения это энергия чистого желания называется кундалини так получается что же получается что вначале я просто рассказывала о каждой чакре отдельно об особенностях этих чакр да потом произвела даже вот с вами самореализацию и рассказывала о многих методиках как поддерживать до наши энергетические центры порядке а что же теперь получается а теперь что в конце я наконец рассказываю вроде бы как фундамент самой сахаджа йоги на чем все это стоит и как это все оказывается на нашей нервной системе оно действует когда мы пробудили кундалини да получается что в начале были просто рассказы подготовка какие-то истории да картинки много информации а теперь о самом главном но уже немножечко более научно да итак на чем я остановилась на чистом желании да если если у искателя пробуждается чистое желание если он хочет осознать свою истинную суть если он хочет познать творца в дряньей Греции люди знали о божественность скрытой энергии кундалини они назвали эту треугольную кость в которой находится кундалини цакру священной в Индии эта кость называется муладар она кундалини наша собственная мать азна знает все о нас и является абсолютным знанием потому что она чиста она находится в вас чтобы снабжать вас питать вас присматривать за вами заставлять вас духовно расти и становиться возвышенной личностью более широкой более глубокой личностью после рождения ребенка в его центральном энергетическом канале создается разрыв брошь этот разрыв в системе дзен в Китае известен как воин океан иллюзий а в индийских учениях как майя иллюзия или бхавсагар океан бытия в христианстве таинство позднее темечка ребенка затвердевает и поступление всепроникающей энергии божественной любви прерывается живой механизм тонкое тело человека начинает работать самостоятельно в процессе жизнедеятельности человека тонкое и физическое тело взаимодействует одно с другим причем состояние чакр и каналов или по-другому они называются надии определяет наши умственные эмоциональные и физические состояния в то же время на чувствительность и работоспособность этих энергетических центров влияют любые действия реакции и даже мысли человека и симпатическая и парасимпатическая нервные системы действует на сплетение то есть на чакры но противовес друг другу парасимпатическая система расслабляет сплетение сберегает и балансирует энергию человека а симпатическая их сжимает и расходует эту энергию одна наполняет жизненной силой другая ее потребляет левый энергетический канал лунный женский канал еда нади питает левую симпатическую нервную систему этот канал воскрешает в сознание человека память на прошлом способствует таким образом проявлению всего действия до тех пор пока этот канал сохраняет свою активность у человека есть желание жить он связан на физическом уровне с правой и задней сторонами головного мозга а на психически с подсознанием человека его желаниями чувствами эмоциями лунный канал представляет женские качества качества и такие как мягкость участливость сострадание интуиция и так далее прекрасные качества левой стороны выражения и передачи радости заботы о других любви в то же время при наличии проблем или так называемых блокировок левой стороны мы можем наблюдать эмоциональные крайности возбуждение депрессию либо устойчивы дурные привычки чрезмерно эмоциональный человек становится неуравновешенным и в результате с правой стороны головного мозга раздувается энергетический баллон называемый суперэго существуют чистые желания например желание познать истину стать духом получить йогу большинство человеческих желаний не являются чистыми и обусловлены нашим иллюзорным представлением об окружающем мире например желание овладеть кем-то или завладеть чем-то отомстить и тому подобное наше желание предшествует действиям итак мои хорошие вот то что происходит в мире это получается вот это получается наше эго и суперэго все это сотворили подсознание человека связано с существующим коллективным подсознательным все что было прошло со времени создания мира пребывает в мертвом состоянии в коллективном подсознательном здесь собрано и хранится все то что выпало из циркуляции эволюции в коллективное подсознательное идет и то что выбрасывается из подсознания каждого человека но человек должен иметь также и способность осуществлять желания без энергии действия мы не можем осуществить наше желание для удовлетворения желания в тонком теле человека предусмотрим предусмотрен правый энергетический канал солнечный мужской и так запомним что правый канал солнечный это исполнение наших желаний ингала нади который питает правую симпатическую нервную систему он на физическом уровне связан с левой и передней сторонами головного мозга а на психическом уровне с надсознательным предсознательным человека активизирующая сила правого канала оказывает неотложную помощь нашему активному сознанию предоставляет энергию для нашей умственной и физической деятельности правый канал представляет мужские качества качество янь подобные склонности к логическому мышлению анализу соревновательности активному действию прекрасные качества правой стороны идеальные нормы взаимоотношений и обязанностей если правая сторона блокируется или перенапрягается то проявляются отрицательные качества деспотизм властность позерство резкость эгоизм жестокость злоба в результате с левой стороны головного мозга раздувается энергетический баллон называемый эго надсознательное человека связано с коллективным надсознательным в котором хранится все мертвое образовавшиеся вследствие жизнедеятельности чрезмерно амбициозных живут живущих в будущем личностей агрессивных животных и растений вот оказывается что агрессивные люди и животные и даже растения агрессивные образуют вот это вот коллективное надсознательное в которое попадает также то что выбрасывается из надсознательного каждого человека вот поэтому и давайте будем думать прежде чем подумать как говорят умные люди центральный энергетический канал сушум на наде координирует деятельность нашей системе безусловных рефлексов он является проводником парасимпатической нервной системы безусловные рефлексы нашего организма проявляется в соответствии с четко организованным планом со сложными взаимосвязями и взаимодействиями наше сердце бьется легкие дышат кровеносная система вырабатывает плазму без нашего сознательного руководства и управления естественно и спонтанно и все духовные действия являются спонтанными термин сахаджа был выбран чтобы отметить этот тип йоги потому что это слово также означает спонтанность то есть другим словом сахаджа йога можно назвать спонтанной да поэтому если вы быстренько подскакиваете и начинаете что-то делать вот это и называется спонтанно да получается что кандалине у нас тоже поднимается спонтанно и симпатическая и парасимпатическая нервная системы используют центральную нервную систему импульсный раздражитель интеллекта проходит от чакр к этим двум системам и затем к центральной нервной системе через клетки головного мозга и таким образом клетки организма получают свой интеллект что как и когда делать организм знает через раздражители интеллекта получаемые от симпатической и парасимпатической нервных систем каждая клетка живое существо и все живое через свой ген имеет доступ к и своевременной подпитке со стороны парасимпатической системы ой давайте я перечитаю это без достаточной и своевременной подпитки со стороны парасимпатической системы наши чрезмерные эмоции активная ментальная или физическая деятельность ослабляют энергетику сплетений и человек становится либо чересчур пассивным или есть такое слово умное литургичным то есть левосторонним либо слишком жестким или даже жестоким правосторонним да вот я сейчас вот и думаю как хорошо что и правое и левое я наблюдаю в жизни чувствительность чакр подавляется ударами наносимыми безответственным поведением занятием всем тем что является безнравственным антибожественным так я сделаю паузу я сейчас немножко прервусь поднимусь и покажу вам там озеро у меня за спиной я думала что это озеро будет видно вот она какая красота это получается что мне нужно вот так вот было стоять чтобы вы видели эту красоту давайте я сейчас так вот выйду немного и буду дальше вам продолжать читать чувствительность чакр подавляется ударами наносимыми безответственным поведением занятием всем тем что является антибожественным безнравственным человек получает блокировки или загрязнения в чакрах развиваются пагубные привычки наклонности и ритуализм человек живет либо мыслями о прошлом либо иллюзорными планами на будущее все это отдаляет его от закона природы который основан на добре и уравновешенности баланс заложенный богом внутренняя гармония нарушаются появляются физические психические эмоциональные и духовные проблемы обрести утраченное равновесие покой восстановить радость жизни в настоящем познать истину бога можно только путем пробуждения кундалини золотой богини движущаяся сила которой открывает для нас наше собственное божественное я кундалини наша собственная мать которая должна подняться которая должна проявить себя благодаря наш вашему чистому желанию пробуждение кундалини и достижение самореализации есть живой процесс эволюции за который мы ничего не платим это напоминает высаживание семени в мать землю оно прорастает потому что у матери земли есть энергия питающая семя а семя в свою очередь имеет в себе свойство тяготения к жизни я думаю вы видите хорошо потому что я вижу только свою кушку голову да когда кундалини поднимается с сознание человека начинается новый жизненный процесс который способствует росту духовности этот духовный рост является новым состоянием которое человек начинает входить пробуждением его внутренней божественной энергии просветляется головной мозг и тогда проявляется истинное я каждое действие истинного я священно и духовно потому что оно рождено от духа преодолеваются ограничения ума и интеллекта и они становятся инструментами духа а не эго кундалини наша личная мать так вот что то я вам пятник не показываю хорошо как надо так ну хорошо давайте я вам просто покажу все что вокруг я вижу сейчас немножечко похоже вместе с компьютером но на солнце наверное не будет видно итак вот там есть такой мостик там водопадик маленький падает его кажется даже слышно так что еще покрутимся немножко что то там еще видно ага хорошо итак мои хорошие давайте давайте на этой такой экскурсии маленькой где там чуть-чуть немножко кручуть давайте еще покажу вам эту беседку в которой я стою сейчас я постараюсь выйти из нее и издали ее показать ой не будет видно нет не получится я лучше сфотографирую и вам и вам ее как-то покажу с вами была надежда николаевна ставьте лайки нажимайте колокольчик подписывайтесь на мой канал всего вам доброго так а сейчас я найду где у меня выключить нашла до новых встреч 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 до новых встреч